Таджикистан расположен на юге-востоке Центральной Азии и граничит с Исламской Республикой Афганистан. 1030 километров Афганистан производит почти три четверти мирового объема опиума. Находясь на северном маршруте наркотрафика, Таджикистан является транзитной страной для трафика опиатов из Афганистана в Российскую Федерацию, Европу и все чаще в Китай. Контроль за оборотом наркотических средств, противодействие их незаконному обороту и профилактика наркомании являются основными направлениями антинаркотической деятельности Республики Таджикистан. Европейский союз, начиная с 2001 года, в рамках программы по предотвращению распространения наркотиков, оказывает содействие центрально-азиатским странам в приятии мер, направленных на сокращение спроса на наркотические средства, употребление которых запрещено законом. Для реализации шестой фазы программы по предотвращению распространения наркотиков в Центральной Азии КАДАП на период апрель 2015 года, сентябрь 2019 года, Европейским союзом выделено 6 миллионов 633 тысячи 333 евро. В общем, на Центральную Азию. И Федеральным министерством экономического развития Германии BMZ 2 миллиона 524 тысячи евро. В общем, на Центральную Азию. Центральную Азию. Основной целью шестой фазы программы КАДАП является укрепление потенциала стран Центральной Азии для борьбы с наркотиками в полной и устойчивой мере. Центральную Азию для борьбы с наркотиками в Центральной Азии для борьбы с наркотиками, фазе 6, который начался в апрель 2015, является поддержкой национальных партнеров в развитие и прогрессе национальные стратегии на снижение потребности. В Душамбе состоялось три ежегодных заседания Национального руководящего комитета в целях содействия дальнейшему диалогу и обмену информацией между национальными органами власти, участвующими в программе вместе с Европейским Союзом и партнерами-исполнителями. В рамках компонента 1 «Национальная стратегия по борьбе с наркотиками» был проведен ряд оценочных миссий в пять стран региона. Подробно обсуждены с национальными ключевыми сторонами и опубликованы пять оценочных отчетов по состоянию дел в области национальной наркополитики. В рамках компонента 2 «Национальный мониторинговый центр» в Таджикистане состоялись три национальные и одна региональная встреча с проведением оценок, тренингов, планированием и подготовкой полных ежегодных отчетов о наркоситуации за 2015, 2016 и 2017 годы. Проведено национальное исследование по проблеме потребления наркотиков среди общего населения и в ночных клубах. В целях укрепления потенциала по обработке данных, проведению анализа и обмену данными Национальному центру мониторинга и профилактики наркомании и структурам, взаимодействующим с центром, было предоставлено IT-оборудование на сумму 17 108 евро 56 центов. В рамках компонента 3 «Профилактика» опробированы два типа профилактических проектов. В первом из них были использованы подходы общей профилактики. В 36 школах городов Душамбе, Куляб, Турсунзаде, Харок, Худжанд и района Иван реализован проект «Ближе друг к другу, дальше от наркотиков», направленный на родителей школьников. Около 13 тысяч родителей, 513 учителей, 36 инструкторов и два национальных тренера прошли подготовку в рамках данной программы. Второй проект основывается на подходах индикативной профилактики, основанной на мотивационном консультировании. Охвачено 5 школ города Душамбе и 43 подростка. В рамках компонента 4 «Лечение» 50 экспертов из трех национальных рабочих групп прошли тренинги по методам лечения, социальной поддержки, организации услуг. 20 врачей-наркологов и социальных работников, 15 представителей НПО, работающих с наркопотребителями, 15 медицинских работников и нетоциарной системы. КАДАП, вместе с партнерами национальных партнеров, и более специально в Таджикистане, мы поддерживаем четыре основные направления для интервенции, которые являются лечения, 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 лечения и лечения. В целях повышения качества предоставляемых услуг для наркопотребителей в отделении интенсивной терапии Центра наркологии города Куляб Хатлонской области закуплено медицинское оборудование на сумму 41 тысячи евро. КАДАП, вместе с этим оборудованием в Таджикистане, В рамках всех четырех компонентов специалисты страны приняли участие в региональных мероприятиях, с целью обмена опытом и подведения итогов работы программы КАДАП.